Продолжение следует... Вы представились, чтобы это точно знала наша аудитория, вас, и я так понимаю, что ваша компания называется «Модная типография», да? Да, «Модная типография». Меня зовут Лариса Воронина, я заместитель директора. Лариса, скажите мне, что подвигло вашу компанию к спонсорству вот этого первого альбома, вне всякого сомнения, талантливой певицы-богини, который мы сегодня представляем здесь, на сцене «Кабаре Тройка» в Санкт-Петербурге? Ну, мы люди очень творческие, любим все новое, любим эксперименты. И мало того, как-то вот так исторически сложилось, что с творческой средой Петербурга очень мы связаны. Поэтому для нас это вообще даже не обсуждалось. Когда нам предложили, мы сразу согласились. Потому что человек очень интересный, то, что делает она, это просто потрясающе для нашего времени, я считаю. Поэтому мы как-то тут вписались совершенно естественно. Лариса, два слова для нашей аудитории о том, что же вы сделали для проекта певицы-богини. Ну, во-первых, мы, побеседовав с ней, поняли, что у нас много общего. И в полиграфическом сопровождении поучаствовали, конечно. То есть вся рекламная информация, которая по городу была, это все нашими руками сделано. Нашими дизайнерами, нашими замечательными печатниками и всеми сотрудниками. Потому что когда идут такие проекты, мы принимаем участие все. То есть вся акцидентная продукция, которая была в Санкт-Петербурге до сегодняшнего дня, посвященная этому концерту, она была сделана в модной типографии. Скажите мне два слова о вашем предприятии. Как давно вы существуете, что вы делаете, на чем вы специализируетесь и, в принципе, каким оборудованием вы обладаете? У нас очень широкий спектр услуг. И он расширяется буквально с каждым годом. Потому что очень много нового появляется. Мы постоянно следим за новинками. И, имея в парке своем и цифровое оборудование, и оффсетное, и широкоформатное, мы, конечно, стараемся по максимуму работать, удовлетворять все потребности заказчиков наших. То есть если человек приходит с визитками, это не значит, что завтра он не придет с чем-нибудь еще. Потому что, как правило, визитная карточка – это вообще отдельный разговор. Это очень серьезная вещь. Да, и отдельная тема. Многие не придают этому значения, но, тем не менее, это действительно работает. И поэтому мы как-то так очень… Ну, мы вообще очень отличаемся от всех других типографий. Это абсолютно точно. Название с чем связано? Модная типография? Модная, дома обычно. Как написано у меня на сайте в статье, потому что стремление к совершенствованию, профессионализм и внимательное отношение к людям всегда в моде. Поэтому модная. Хороший слоган, хороший. И в финале нашего небольшого интервью, которое, кстати, будет, как я вам уже сказал, отдельным маленьким файлом, отдельным маленьким фильмом, непосредственно рядом с тем музыкальным фильмом, большим двухчасовым, который будут снимать на той сцене, где мы сейчас с вами беседуем. То есть, собственно, с презентацией того альбома, в котором вы поучаствовали. У нас есть хорошая традиция. Я всегда говорю о том, что этот вопрос не банальный, а традиционный. Вот сегодняшнее, сиюминутное, сегодня 10 ноября 2019 года, ваше пожелание той аудитории, которая на видеохостинге YouTube будет смотреть это интервью и, естественно, смотреть видеоконцерт. Что вы хотите пожелать тем людям, которые сейчас слушают вас? Людям хочу пожелать терпения и добра. Потому что, когда каждый человек осознает, что все-таки он живет один раз в этом мире, и не нужно тратить время на то, чтобы зацикливаться на каких-то мелочах, от которых отрицательные эмоции получаются. Мне кажется, что лучше все-таки настраиваться на волну добра и повече смотреть телевизор, я имею в виду в плане новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!